Международный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти первого героя Беларуси Владимира Корвата собрал в стенах легкоатлетического манежа не одну сотню болельщиков. С каждым годом соревнования по борьбе становятся популярнее и привлекают спортсменов не только из Беларуси. Этот год не стал исключением. Участие в первенстве приняли команды из Германии, России, Украины и Республики Беларусь. Этот турнир мы поддерживаем уже 11-й год подряд, для нас он очень важен. Даже на борьбе по греко-римской борьбе у нас приехало порядка 180 участников. Это очень многое, и мы гордимся нашей работой и поддерживаем. Идея для того, чтобы именно в честь Владимира Николаевича Корвата, она зародилась давно. Ну, самое главное, это увековечение его памяти. Все же это наш земляк, человек, который спас людей, выполняя боевое задание. Участники турнира не только развивают свои индивидуальные навыки, но и знакомятся с историей первого героя Беларуси Владимира Корвата. Турнир собрал такое большое количество ребят не только для того, чтобы определить самых сильных и ловких, но и чтобы еще раз вспомнить о личности и о подвиге Владимира Николаевича Корвата, который является примером мужества и отваги для молодого поколения. Турнир – это не просто спорт, это большое-большое воспитание. Вот эти ребята, которые уйдут сейчас с этого турнира, они частичку памяти оставят именно о подвиге Владимира Николаевича. Организаторы отмечают, что главными целями турнира стала популяризация вольной и греко-римской борьбы среди детей и подростков, повышение спортивного мастерства и укрепление международных связей. Возраст участников 11-го международного юношеского турнира варьировался от 11 до 14 лет. Они еще совсем юны, но уже демонстрируют свое мастерство в борьбе и воле к победе. Ирина Козьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.